работает поэтому вообще не пользоваться никогда а то есть авто это когда он сам подключает да ну я один раз попробовал и понял что разнесет машину потому что я на льду дал газу на сначала начал буксовать задними колесами понял что что-то не так и там может верить что я думал что у меня мост у так то ей перейти вся подвеска короче я понял что никогда в жизни этим вообще нельзя пользоваться а вот этот переключатель изначально ли вы его уже поставили будет да здесь кроме магнитолы все родные ну кроме у нас блоки спорты из второго года там она тоже боя из америки то есть она был ее купим там рычага мочевого да 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 причем не было длинное первую да маленькая он был маленький он но там раздатка на самом деле гораздо лучше потому что здесь для того чтобы включить полный привод надо остановиться а учить нейтралку именно на коробке а потом только переключить на ну там какие там режимы другие вот и потом только уже драйв включаешь и едешь то есть она никогда и на ходу можно было стыкать полностью точно точно у нас сейчас эти саньон кайрон еще вот куплен тоже равный и вот с таким переключателем там можно на ходу и до 80 сейчас так не работает ее можно крутить но ничего не произойдет пока не остановишься не включи нейтралку она даже на паркинге не переключает режимы раздатки только нейтралка и не знаете что это уже такая современная хрень у меня был таха на нем был этот рычаг такой ага можно было тык там как угодно а вот же вас эти скорости до переключения на руле вот это кочерга это офигенно удобная штука не знаю почему во всех машинах не делают вы на самом деле кочерга у американцев она я прошла я знаю откуда здесь вот если трехрядное сидение то есть вот это консоли вообще не да здесь было сплошное сидение да 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 человек который сидит здесь ему не мешается это я помню старых фильмов 50-х годов у них же механика тоже была на руле механика тоже была на руле да но и это удобно насколько я знаю нет есть же эти самые изначально вообще ford f-150 у него механика была вот здесь на них была механическая коробка на экспедициях и и не было никогда здесь только автомат а точно такая же машина только пикап а не было механика вот здесь у них это такая полка торчал как в газели только дергать там всяко вот а так ничего здесь особенным нет дебилизм тоже что мне не нравится я не помню на капричи это было или нет что не напольный педаль газа мне не нравится а то есть она с как вы сразу отверху да да сверху идет сушки она это это чисто такое как фетиш сказать что ли это как бы ни на что не влияет вообще но он прям не нравится если она была бы напольный вот как делу или нормальных настоящих там старых американцев то это было бы круче гораздо конечно а вот эту разницу я ничего не в общем маленький сюда не положить ничего даже ну здесь же на 4 а мисты пополам приходится склоняются засунуть но зато здесь и кстати здесь же холодильник бывает делать на таху тут нет холодильника она надела говорю про таха еще первый который 400 а вот и кузов еще квадратный и фару и вертикальные две штуки но который до вот этого который виза 1 который он же был blazer да ну вот мне он вначале пошел blazer потом с 90 если память не изменяет четвертого года пошел уже таха хотя машина осталась та же самая она меньше она реально меньше потому что я когда купил эту машину мне еще был таха вот они две рядом стояли это очень большая машина таха по сравнению с ним очень коротыш какой-то маленькой низенькой коротенькой к тебе в общем ford он гораздо круче то есть вот по сравнению на мой взгляд по сравнению 100 х да на чем вы еще ездили вы говорите на таху на нет я так это самое не совсем все сказал на таха я не ездил а у меня было три года по моему но я на ней не прокатился ни разу потому что я купил в разобранном состоянии и не до собрал в общем обрали каприз я ездил 93 у меня года был уже с открытой аркой 92 они шли 91 они шли закрытая арка было 93 был переходный год где пошла открытая арка еще задние форточки были с острым углом потом с 94 пошли обрезаны и плюс торпеда вот типа вот это уже современно а там такая старая торпеда было как тип как 24 более геометрических форм таких да да она такая квадратная у меня был квадратный шабрали каприз предыдущие поколения относительно того универсал причем это вообще было тип круто вот у меня был ford thunderbird 89 года офигеть я все это почитаю на дурацком моторе он был 38 к сожалению очень хотелось 5-литровый у меня был дурацкий на фортах taurus такой же thunderbird он заднеприводного таурус передний привод и у него не в нем мотор уже стоит вперёк в тандре он стоит но продольно заднеприводный такие легендарные все марки но там там была крутая штука у нее была электронная приборка все там никаких стрелочек ничего это вообще электронная это каток и какого года 89 офигеть уже тогда ну на самом деле на предыдущем поколении которую до 88 выпускались уже тоже это было тоже была электронный приборка и причем что там было прикольно что очень точный был датчик уровня топлива а вот это кстати хорошо прям вот он показывал ровно ту цифру которую там налито то есть мы предположим я там езжей на заправку там у меня там 10 литров он показывает я наливаю там 20 литров он показывает 30 литров ну там 21 ну вот он 31 будет показывать он был офигенно вообще точно и несмотря на то что 38 мотор мы вот ездили по трассе на нем я у меня расход на нем доходил я могу соврать то ли пять с половиной то ли шесть с половиной литров на сотку это очень немного у меня на солярисе столько и 8 да у меня вот у меня 6 литров на солярисе на раз восемьдесят девятого года машину он причем я говорю у него тот компьютер который там бензин показывал расход топлива он он прям вот точнейше был но я ездил что я ехал я там на обгону нигде не шел то есть а есть там на газ практически не давишь а рамки 90 и вот такой а спидометр тоже был электронная или то прям цифры там ну спидометр там самый крупный цифр таких не к сожалению фотографии пол не осталось его это вообще дикое ровно это прикольная штука это купе двухдверная а он двухдверный я как он андр пан санды билд грамма птицы или ну тандерберт и тандыр речь ну все это узнаю но там потом за загубил аха